друзья подписчики всем огромный привет в общем сегодня у нас долгожданный анбоксинг и первый взгляд но вот такой вот интересный пистолет от компании американской компании феникс армс модель пистолета hp 22 и под калибр 22 лр то есть long rifle вариация никелевая у меня с черными накладками и у нас комплектация deluxe range kit то есть делюксовский набор для тира давайте в общем то откроем посмотрим что у нас имеется пистоле забрал только сегодня с магазина еще конкретно с ним ничего не делал так только открыл посмотрел комплектацию вот есть уже небольшие проблемы я вам покажу все расскажу в общем это будет не как бы не полноценная обзора больше как я вам сказал распаковка и первый взгляд в общем совсем буквально пару слов я вам не хочу рассказывать всю историю как бы компании феникс армс в общем сама компания да я думаю немногие они слышали раньше тоже они никогда не слышал сама эта компания американская и по сути дела конкретно феникс армс организована в 1991 году изначально вообще как бы корни компании растут с 1970 такая вот интересно был исторический факт в америке в 1968 вышел закон который запрещал импорт в сша дешевого огнестрельного оружия вот и был один такой вот оружейник он был дизайнер оружия звали его джордж дженнингс и у него было было свое производство на котором он производил всякие части для там самолетов для ракет в общем ну на заказ от каких-то американских контор конкретно подробности я не знаю вот но так как он был оружейник увлекался оружием у него был друг владелец оружейного магазина и вот они как-то сидели и тот ему говорит знаешь вот после этого гребаного закона говорит продажи упали говорит в два раза наше говорит большинство выручки приходилось как раз таки вот на эти дешевые пистолеты которые завозить запретили тогда их завозилось огромное множество в основном там с германии с европы в общем всяких всяких там немецких итальянских там европейских кучу вот всяких таких дешевых ну и этот джордж дженнингс он решил воспользоваться ситуацией вот быстро разработал дешевую модель пистолета и начал открыл фабрику вот на которой он делал запчасти переоборудовал его в оружейный завод и стал там производить пистолеты сначала маленькими партиями они вот продавали в этом магазине друга и постепенно все разрослось то есть как бы модель улучшалась поставки увеличивались в общем в итоге за 20 лет существование компании вот 70 до 90 года он продал 2 миллиона пистолетов вот производили они одну единственную модель она называлась mp22 в принципе это примерно тот же самый пистолет только с небольшими уже доработками модификациями очень ключевая особенность пистолета из-за чего он был такой дешевый сравнительно неплохой это то что вместо нормального металла в нем применяется цинковый сплав ну тогда он был я забыл конкретное название в общем что-то там замок по моему называется замок и сейчас вот уже ну более усовершенствованный сплав замок 3 но пистолет так полностью и продолжает производиться с этого самого цинкового сплава замок то есть полностью весь он сделан ну естественно только ствол там вставлен из оружейной стали небольшой кусочек вот ну и как бы все было круто 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 и в девяносто первом году но в девяностом в девяносто первом уже организовался фоникс армс в общем компания про которую он рассказывал этот производитель дешевого пистолета они производили один пистолет вот все эти годы 20 лет назывался он равен армс равен это в переводе с английского ворон вот в общем в девяностом году случился на фабрике пожары и весь завод как бы равен армс сгорел вот и этот джордж дженнингс да он больше не захотел заниматься как бы ну вообще ничем потому что он уже был старый он сказал я ухожу на пенсию уже денег достаточно заработал за это время поэтому он как бы все свои патенты разработки продал вот этой компании феникс армс феникс армс владельцы компании были его жена сын и бывший ну как бы главный менеджер его завода вот этого феникс армс и несколько внуков то есть вот это вот как бы семейная все члены семьи да как бы его и вот этот главный менеджер его вот этого старого завода который всю жизнь у него работал они в равных долях владеют вот этим вот феникс армсом ну и на феникс армс они продолжали производить собственно ту же самую модель которую производил этот завод равен армс вот они а он так и назывался модель равен вот ну и со временем там добавлялись небольшие доработки доработки и оригинальный пистолет равен армс mp25 он производился под 25 калибр кольта сипи это автомате кольт пистолу известный как бы мелкий калибр вот по моему следующий размер после мелкашки идет и ну то есть мелкашка это 0.22 примерно там одна пятая дюйма 0.25 это четверть дюйма то есть 6 миллиметровый патрон собственно не намного больше мелкашки вот и то есть они на этом феникс армси этот модель равен немного модернизировали и продолжали его производить и кроме него сделали еще модель под мелкашку потому что мелкашка в настоящее время очень популярна вот особенно для стрельбы в тире там для баловства так в америке это мелкашечные вот эти оружия пикалки ну или как они пукалки грубо говоря по в переводе на русский называется плинка нет то есть плинк плинк вот то есть ну вот так вот в общем давайте будем тратить время на разговоры откроем посмотрим что нам предлагает в общем смотрите прежде всего хочу вам обратить внимание очень мне понравился качественный красивый кейс здесь он немного не закрывается но это не проблема кейса вам покажу из-за чего вот то есть достаточно жесткий пластик то есть слышите какой он здесь это самое вот даже по сравнению с билетовскими он показывал делали мы обзор здесь пластик совсем другой он мягкий тонкий и вот эти вот штуки как я вам говорю то что я читал по обзорам со временем обломаются это он просто принес его показать для сравнения здесь пластик жесткий толстый твердый такой то есть он прямо как чемодан и здесь ничего не сломается потому что видите нету этого места которая перегибается ну то есть есть мне честно говоря понравился плюс он закрывается на замок здесь замок и когда ты его закроешь то есть его никто не откроет без ключа в общем смотрите что мы имеем внутри очень все грамотно придумано аккуратно все уложено то есть естественно сделано все сша это не китайское какое-то барахло до никакого вонючего китайского запаха никаких собственных неполадок и не вижу все продумано грамотно четко как бы аккуратно мне все здесь вот понравилось вот суре друзья что-то карта памяти опять глюканула у меня такая история что короче все карты памяти забиты и нет она жестком диске место куда скидывать видео короче пока не куплю жесткий диск хотя бы внешне куда все это с архивировать у меня сейчас большие проблемы с местом вот приходится постоянно что-то выискивать удалять пользоваться короче старыми карточками вот они ключ от в общем небольшое отступление значит смотрите по комплектации как я вам говорил один из самых ключевых моментов этого пистолета из еще он собственно ну и пользовался успехом был популярным продаваемым этого как бы цена ценовая категория то что самое интересное пистолет значит можно реально купить ну и вот такая обычная цена где-то 140 долларов но как я считал по интернету они часто в интернет даже магазинах на акциях есть в районе 120 130 плюс в локальных магазинах часто на акциях люди горят за 99 долларов можно купить но за 99 долларов ну и тоже тоже шоусь за 120 за 140 продается как бы обычная комплектация то есть вот это что все что здесь вы видите это я как вам показывал делюкс рэнч кит то есть делюксовский набор для делюксовый набор для тира и обычная комплектация вот какая дешевая то есть видите здесь идет пятидюймовый ствол ну примерно соизмеримый с тем размером который на обычном фолл-фреймовом пистолете как на берете например и здесь его вот этот оригинальный ствол с которым он всегда производился самого начала и продавался трехдюймовый то есть вот этот маленький ствол у него оригинальные то есть вот эта дешевая комплектация там поставляется только пистолет с одним магазином без вот этой всей комители без кейса без ничего то есть поставляется только пистолет и один магазин все вот это вот все запаковывается в картонную коробку и вот такой набор в принципе ну в реальности даже по настоящим временам можно по акциям там в каких-то штатах в магазинах найти за 99 ну это не то чтобы вы прям в любой момент пойдете найдете но это факт то есть и на ю тубе я видел видео в комментах читал что люди за эти деньги его покупали ну а так реально то есть за 130 за 140 вы можете вот эту дешевую купить комплектацию пистолет с коротким стволом и с одним магазином обычным запакованной в картонной коробке вот это я вам просто говорю для того чтобы получить какое-то представление по его стоимости конкретно вот этот набор я покупался дорого потому что я покупал в своем магазине у нас городе у нас цены дорогие я вам уж говорил на все и не только на оружие вообще в этом штате дорогие цены и плюс это самая дорогая комплектация то есть у них есть несколько комплектаций то есть у них получается как это бюджетный до эконом класса пистолет то есть его покупают это он ориентируется на людей с низким доходом в основном там на всякое чернокожие население там на безработных то есть те кто на пособиях там или за минималку работает то есть те кто деньги на ветер не тратят и чтобы у них было хоть какое-то оружие знаете для самозащиты и ходить в тир поэтому для них вот такой вот вариант а дальше они уже там по деньгам смотрят то есть у них на сайте на самом феникс армии вы можете купить все по отдельности здесь уже все собрано в кучу но мы же вы можете купить отдельно ствол на 3 дюйма вы можете купить отдельно на 5 вы можете если к примеру у вас уже есть пистолет докупить значит в наборе будет идти вот этот вот как бы эргономический магазин который для тира у них как бы разработан они один за что тут что тот одинаковые просто этот видите он чисто с целью эргономики он сделан побольше из-за этого он дороже на по моему 5 долларов вот только из-за этого маленького дополнения и ствол будет снимать и в комплекте такая пистолет сам пускай говорит грубо говоря стоит 140 вот этот дополнительный ствол вместе с магазином вы можете купить за 45 кейс по моему стоит замком 16 вот этот замок отдельно стоит 13 магазина отдельно стоят маленький 1350 вот этот 18 они одинаковые на одинаковое количество патронов просто как я вам говорю отличается только вот этого детали из-за этого на 5 долларов разница в цене но говорят что он намного удобнее по захвату я не знаю посмотрим я еще ничего конкретно не смотрел потом здесь же в комплекте идет но всякая мелочевка вот это вот по моему масло для смазки вот оружейное масло и то же самое все все это абсолютно можно у них отдельно купить на сайтах но когда вы все купите вместе она будет дороже но надо ли она вам не надо то есть я не знаю к примеру это масло и оружие для чистки и кейс и магазины и стволы это все надо поэтому в любом случае просто смысл том что раньше это ничего не продавалось это начали со временем продавать наш то есть у них вначале был только пистолет причем мгру сначала и не было этого калибра потом он был не такой ну то есть тут в основном сэфити там много чего перерабатывалось то есть за эти сколько он существует получается уже 50 лет практически этому пистолету до за 50 лет в нем уже много чего изменилось то есть и абсолютно уже сейчас по этому пистолету другие отзывы чем они были раньше вот по тем равенном моделям равенном и даже по первым версиям вот этих потому что в них постоянно все дорабатывается улучшается плюс у них нормальная американская гарантия какие-то проблемы вам все заменят починят вот и здесь же вот видите идет как бы чистящая комплектация то есть вот такой вот металлический очень прикольный сам сама вот это вот рукояточка вот такая вот видите и здесь резьба то есть вот это сама латунь очень приятно в руке чувствуется вот металлическая щетка какая-то такая алюминиевая стальная с металлическим и вот еще такие вот пластиковые две каких-то тоже инструмента для чистки не знаю конкретно чем не делать а я вам горючим открывал не разбирался то есть как сами видите все запечатано то есть это получается самая самая максимальная комплектация и стоит она ну грубо говоря если покупал пистолет оба заплатил 140 так я заплатил 200 вот за все это полностью добро я думаю что абсолютно неплохое предложение вот а так голый пистолетом груз одним магазином в картонной коробке можно ну если повезет купить за сотку ну или за 120 вот значит вот это вот видите все еще запечатанное то что здесь еще идет давайте сейчас откроем посмотрим какие нам здесь дают инструкции какие нам дают здесь гарантии в общем аккуратно вскрываем блин не хочу чтобы видео долго получалось так ну короче мыши не закончилась комплектация буквально вкратце вот лежат эти самые затычки для ушей это чтобы ходить в тир стир стрелять то есть видите все бюджетная делюк странички 200 долларов отдали у вас здесь все что вам надо ну кроме очков очки можете купить но здесь даже из затычки для ушей вам не нужно даже самые дешевые наушники там за сколько они там 7 долларов тратить деньги и вот эти вот как они называются такие маленькие кусочки материи это для чистки ну тоже продаются в оружейных магазинах на видео по оружию вы их видели на то же самое ну как бы мелочевка но все уже есть то есть купили вам больше вообще ничего не надо то есть здесь уже все по максимуму значит здесь еще вам дают вот такую вот нашивку достаточно неплохое кажется видите вот можно пришить там куда-то и не знаю то сделайте что хотите и может быть она ну не знаю короче нашивка есть вот тоже не хочу на нее время тратить знаешь вот здесь пистолок это замок пистолетом вот этот вот сейчас к нему немного вернемся я вам покажу значит наш пистолет должен быть разряжен полин сори друзья короче разобрался вот видите то есть это замок пистолета для того ну ну замкнули двое все то есть чтобы дети там я не знаю лишь и нашу бы никто как бы это самое не получил короче давайте это уберем чтоб она не валялась короче не мог им воспользоваться то есть вы можете замкнуть сам пистолет потом можете закрыть сам кейс это сейчас вот видите он не открывается все замкнуть короче с этим разобрались то есть вот инструкция я блин что-то парился не мог это самое восемькнуть поэтому собственно вот уж вам показывал то что песни до конца закрывался в общем это и было связано вот сейчас видите все нормально но он так чуть-чуть но это короче фигня тогда прямо там щель было это как раз было из-за того что блин чем тут было из-за того что ключи у тут от торчали и короче крышка плотно не прилегала в общем разобрались замку да дальше у нас идет вот короче это какие-то выдержки из законодательства короче не знаю если кому интересно нажмите на паузу почитайте потому что не хочу на это время тратить это важно конечно но видео затягивается его собственная инструкция по пользованию самим пистолетом то есть вот о чем я вам говорю она здесь видите универсальная на все модели которые они когда либо то есть вот это вот получается 50 лет они производят один и тот же пистолет то есть он был изначально назывался ну когда был завод равен я он горел mp25 когда сон стал феникс он стал называться hp25 ну и постепенно он чуть-чуть 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 менялся понимаете но все равно вот как они один пистолет так производили так и производят просто он у них еще стал под это самое под другой калибр вот кстати видите сразу открываете здесь вот реклама вот этого делюкс кита то есть видите вот то есть hp22 спортивный пистолет для тира в сатиновый никель это вот это то что у меня то есть матовый никель рассветка или может быть обычный черный вот типа чернение стандартный 3 дюймовый ствол вот он он то есть горю это ствол стандартный который с ним всегда шел и идет изначально этот ствол длинный появился позже и 5 дюймовый вентилируемый ствол но они оба вентилируемые то есть видишь вот это вот такая прикольная вот у них сделано видите наверху вентиляции очень оригинально вот это тоже один из как бы таких особенностей вот этого пистолета стандартный 10 патронный магазин и расширенный магазин с интегрированным гриппом интегрированный грипп это типа захват или рукоятка то есть то что им грушу этот на 10 патронов до что вот этот надеюсь патронах на магазинах обычно всегда пишут калибр сделаны тоже магазины видите в сша изучите инструкцию перед ним как после то есть по сути дела это один и тот же магазин разница только в том что у этого интегрированный грипп вот объем у них одинаковый вот то же самое всегда был у такой магазина этот появился позже вот но их всех отдельно можно купить хоть у них на сайте хоть в оружейных магазинах везде продаются и эксклюзивный замок с ключами которые подходят то есть к один ключ подходит и сюда и кейсу я вам это показалось эксклюзивный замок значит чистящий понятно в чистящие принадлежности вам показал вот эти штуки кстати называются патчи патчи вот бутылочка с оружейным чистящим маслом вот так и написано fire arm safety вот это вот гарантийная карта и инструкция значит здесь гарантия вот пожизненная гарантия смотрите друзья чем я говорю то есть если даже с ним что-то случится пожизненная гарантия вот о чем я вам говорил вот это вот все видите все аксессуары ну здесь видите старые цены я вот заходил сегодня и смотрел то есть он стоил 1150 а это стоил 16 сейчас они стоят 1350 и 18 ну это видимо уже несколько лет это инструкции не перерабатывались вот сцены сейчас другие вот этот стоил 4 стоил 14 сейчас он 16 я вначале все эти цены сказал и вот этот вот этот набор так и стоит вот о чем он горел то есть отдельно этот магазин и ствол пятидюймовый вы можете за 45 купить примеру если вы давно покупали этот пистолет когда не было еще вот этого набора то ну вот этого делюксовского который я взял а когда-то вы давно купили пистолет можете сейчас к нему докупить вот этот вот для тира ну и вот это самое пожизненная гарантия ну и плюс нам вот эти всякие аксессуары футболки кабура вот такая простая тоже 10 долларов но обычно из кордуры сейчас его можно за двина сейчас она тоже 12 стоит замок тоже видите стоил 12 сейчас 13 то есть вот это вот все в принципе и весь а все то же самое что у них на сайте она все и здесь вот то есть ничего больше там нет я заходил смотрел уже вот и вот этот вот чистящий набор то есть видите его отдельно можно за 8 долларов купить ну то есть вот это все посчитать я думаю что все таки выгоднее покупать вот этот вот сразу набор короче здесь видите устройство пистолета вот полностью в разборке кстати абсолютно все запчасти тоже у них на сайте продаются если что-то сломалось вы можете купить вот вот это самое как она все здесь укладывается вот в этот транспортировочный кейс ну то есть мне очень все нравится как вот это все сделано посмотрите какие эти самые грамотные инструкции с картинками посмотрите даже всякая мелочевка описано вот берите такого и подавно нету то есть я вам говорю там инструкция все очень кратко неполно вот как заряжать патроны короче очень хорошая инструкция ну не то что она там глянцевая бумага и там все грамотно подробно описано много страниц хорошие картинки то же самое разные цвета вот видите это самое как пользоваться всем в общем я вам скажу вот тут вот фушу вниз глазе честно говоря все мне нравится вот очень доволен вот этим пистолетом смотрите что у нас еще здесь есть интересная да сейчас ну короче это написано условия что когда вы для ремонта посылать если что-то случилось там типа они могут у вас 12 долларов взять за пересылку так ладно это тогда пока уберем надо просто шутку но тут не валялась под руками вот всякую пилиберду так значит смотрите блин совершенно по времени так 7 ну ладно вроде бы неплохо значит смотрите это самое переходим конкретно к самому пистолету так сейчас мы его отомкнем так все отомкнулся ключ можно вытащить только когда он замкнут из отомкнутого ключ вытащить нельзя вот это сделано для того чтобы вы не оставляли ключи в пистолете вот как она в самом начале здесь была упакована видимо эти продавцы тоже в магазине не могли также как и я его замкнуть без инструкции просто так бросили подумали а фиг с ним то есть как я вам сказал все выполнено из вот этого вот сумасшедшего сплава цинкового сплава замака или как он замок 3 по моему сейчас называется значит производство компания феникс арм находится она в городе онтария в калифорнии с этой стороны модель hp 22 и в общем это единственная модель которая сейчас и производится их них других не бывает и другая сейчас производится точно такая же только под 25 калибр кольта она называется hp 25 модель просто hp 22 и 25 по моему уже не производится я особо не знаю чем они отличаются значит калибр . 22 дюйма lr он грифл значит немного по патронам я их еще не открывал ну вот как выглядят эти патроны давайте откроем посмотрим просто чтобы вы знали что такое патроны лон грифл но и по сути дела по нашему русскому это мелко шка ну а есть небольшая как бы здесь как она открывается просто вот так уже открывается вот значит есть небольшая такая история что он грифл это нас получается длинный патрон для винтовки лонг это длинный рифл это винтовка почему так потому что точно такой же мелко шишечный патрон есть шорт он короткий вот он прямо в два раза короче ну примерно в два раза этом не знаю подробностей и есть просто лонг который чуть-чуть длиннее то есть он есть самый маленький есть средний есть самый длинный то есть лонг грифл это самая длинная мелко шка которая бывает то есть еще вот бывают винтовки которые не полуавтоматические с трубчатым магазином это и они обычно делаются универсальные под любые мелко шки то есть к примеру если лонг грифл вы туда будете кидать их 10 влезет если будете шорт кидать короткие мелко шки их там 15 влезет если там просто лонг будете кидать их тоже уже сколько-то влезет но то есть они в принципе все ну когда-то существовали или существуют не знаю но сейчас на настоящий момент то есть самые распространенные вот эти вот лонг грифа лда и здесь это сейчас уже так небольшое отступление блин а чему так сделано здесь у кого это вообще такая фигня вот это вот дыры дыры а я понял для чего это она это самое типа вот защелкивается чтоб она просто не возила оригиналь и вот вторые купил короче они в принципе шуте шуте все эти мелко шки примерно одинаковые дешевые вот я в них особо не разбирался тут то есть волмарте просто были вот эти пока две коробки в наличии все остальное было продано короче ну ладно уже куплю то что есть так в разница в них видите вот эти вот с пустотелыми пулями вот если присмотреться видите пуля внутри пустая холлоу холлоу как они называются холлоу point point это типа пуля наконечник и холлоу пустая внутри то есть вот эти лучшие для самообороны то есть если носить с собой удобнее носить с коротким дулом поставили короткое дуло и собрать собой для самообороны и короткий магазин да у такой вот заряжаете его вот такими вот патронами так как они туда заряжаются еще бы понять а здесь заряжаются по-другому не так как на берете там сзади нас заряжаются здесь как-то вот так вот середины вот то есть просто показываю что примерно как она будет выглядеть вот то есть вот такой магазин снаряжайте для самообороны такими патронами и вот этот который типа для тира ну это примерно как производитель планирует снаряжаете обычными патронами с не пустотелыми пулями они лучше для стрельбы по мишеням а эти лучше для самообороны в общем положим их обратно так это был отсюда это было отсюда патроны вам показал вот значит а ну и по патронам еще как вы заметили здесь нету капсуле то есть если вот я вам показывал уже в других видео обычные сейчас вот ну кстати для сравнения вот давайте да посмотрим как он выглядит с сравнение мелкашка сравнение с 9 миллиметровым разница просто в размерах хотя димили 9 миллиметровый как бы считается ну не такой уж и большой то есть люди говорят слабая убойная сила для самозащиты не подходит ну здесь тоже есть пустотелые патроны с пустотелыми пулями с пустотными до которые тоже вот так же выглядит они очень сильно ну как травмируют вот но здесь есть капсуль и то есть боек бьет прямо в капсуль здесь его нету то здесь это сам хрень которая воспламеняет порох она находится как бы грубо говоря по всей плоскости вот этого рима да и ну патрона вот этого дна его здесь как в какую точку не ударишь короче он выстрелит здесь надо попасть только в капсуле если попадешь ну боек сюда то есть это просто разные есть виды патрона вот и почему вот эти вот дешевые как выру такой стоит самый дешевый ну 20 центов может плюс минус такие же вообще по моему если покупать оптом их по 3 цента получается можно покупать вот ну не именно такие но под мелкашки вот это просто для сравнения вот с таким патроном то есть здесь рим файр это тоже в принципе ну вот еще одна из особенностей этого пистолета шон кроме того что сам дешевый так нему еще и дешевый патрон в общем модель до сделано в сша друзья серийный номер находится вот здесь вот на рукоятке здесь какая да еще короче дырочка для чего на честно говоря не знаю здесь ничего больше нету рукоятки из такого достаточно плотного пластика прикручены обычными болтами значит ну я вам не могу показать что патронник пустой потому что он без магазина такая дурацкая система он не открывается затвор плюс магазин нельзя вставить если не нажата кнопка магазина то есть он видите он туда просто не лезет надо нажать тогда он залазит дальше вроде бы магазин уже есть затвор все равно не открывается потому что здесь есть так называемая замок затвора и только после того как мы сняли затвор замка да это как бы дополнительный предохранитель здесь предохранитель который отключает боек и здесь предохранитель который замыкает магазин вот то есть здесь получается тройная защита в этом пистолете то есть во первых пока нету магазина он вообще не функционирует то есть вот как я вам показал показывал на берете до беретой можно стрелять вообще без магазина покупали вы в бою вы можете патроны заряжать в дуло здесь вы не можете вот даже затвор открытия но он как бы без магазина он вообще не функционирует ну можно его доработать здесь на ю тубе видео но вот как он задуман изначально то есть вот так вот он стоит час замок магазина видите как бы предохранитель магазина но он магазин дисконнект называется по их нему дисконнект из по отсоединения магазина вот то есть по нашему по-русски это просто как бы дополнительный предохранитель но вы видите что вы не можете нажать курок и вы не можете с этого предохранителя снять почему потому что нету магазина поставили вы магазин для этого надо нажать сюда на кнопку теперь только вы можете магазин подсоединить то есть снять вот этот магазин дисконнект вот этот предохранитель теперь после этого как бы будет нажиматься курок но здесь еще один предохранитель то есть если даже его нажмете он но я вам потом покажу значит смотрите открываем мы получается затвор и этот же магазин дисконнект он же точно также работает как ну задержка затвора или как там она называется то здесь мы можем убедиться что нету патрона причем здесь я чувствую себя с этим полностью безопасно могу здесь трехать пальцами не так как в берете там очень стрёмно это делать вот дальше ну сейчас у нас курок заблокировался потому что замкнут магазин и вот этот вот у нас заведен да но вот здесь вот видите ну у нас все равно патрона нету я вам показал вот ну то есть здесь можно не бояться спускать курок под потому что ходят а и римфаер ну например вот на ливерверах там не рекомендуют просто спускать курок при в такого типа пистолетов по dream fire и потому что боек как я вам объяснил здесь бьет не в капсюль а он а он здесь бьет в как бы в край дна патрона гильзы и вот он видите как находится сидите вот это вот отверстие вот то есть боек выходит оттуда вода но на деле вот знаю как вам сейчас показать но на деле когда у нас включен просто возьму чем-нибудь вот вот эту штучку на при на деле когда у нас включен предохранитель то есть вот видите куда бьет ударник боек курок там вернее боек у нас здесь курок бьет вот сюда вот и он ударяет отсюда должен выйти по идее боек и ударить вот сюда вот здесь будет стоять патрон до патрона сейчас просто нету то есть он будет вот здесь такой этот самый капсуль вот он ударит ему видите он расположен как бы сверху он ударит как бы в самый край гильзы в самый край этого ободка да вот но вот я пробую так видите ничего здесь не выходит никакого бойка почему потому что стоит предохранитель смотрите сняли мы с предохранителя и и ситуация разумеется ну блин не видно но я вижу сейчас как бы вот смотрите видите сейчас ничего нету вот видите вылез боек видите как он выглядит и вот он там под пружинены естественно под пружинены это защита от падения то есть для безопасности когда у нас введен чтобы он упал и не мог боек под силой удара ударить в капсуле из случайно выстрелить от падения поэтому он под пружинен но вот когда его видите нашу нажимаю выходит короче как бы сам боек если он стоит на предохранителя он уже показывал в этом сколько не давите он выходить не будет вот ну закрываем затвор значит так здесь у нас стоит вот значит мы с вами разобрались без магазина он не стреляет когда здесь стоит предохранитель вот сейчас он стоит он не стреляет когда здесь стоит предохранитель он не стреляет пистолет этот single action то есть одинарного действия к берете двойное действие то есть чем заключается понятное дело он полуавтоматический когда он стреляет перезаряжается то есть подает следующий патрон но спусковой крючок нажатия не взводит курок то здесь курок можно ввести только вручную а ну или так вручную или так вручную но и нажатием курка вернее спусковой крючка курок не взводится так как наберите перед а двойного действия то есть там она стреляет и взводит курок здесь он только стреляет но гром не взводит это пистолет одиночного действия в общем безопасный ну вот это естественно сделано с нормального металла вот это вот по моему вообще из пластика вот это вот ну спусковой крючок по моему из пластика но могу ошибаться может это алюминий я не знаю что не разбирался вот но вы чувствуется в руке он достаточно я не знаю приятно мне все нравится я не вижу здесь какого-то вообще галимого качества за такие деньги вот то есть все прилично ну сами посмотрите никакого не обува и но конечно если присматриваться к деталям но я имею ввиду за эти деньги я честно говоря когда его заказывал я ожидал худшего вот но мне честно говоря все нравится достаточно он удобно лежит в руке ну то же самое видите под как под этот палец уже не хватает вот это для чего они сделали вот этот магазин да поэтому магазину очень хорошие отзывы вот и здесь уже вы видите можете нормально держать вот все как бы всеми всеми тремя пальцами то же самое нажимается к руну я не знаю очень удобный для его размера качественный все в общем даем грузы такие деньги я полностью как бы пока им доволен еще не стрелял но по отзывам как бы вроде бы он и стреляет неплохо и по обзорам в общем кнопка вот это тоже металлическая это металлическая это металлическая короче все металлическая непонятно только единственно круг ну можно снять принципе если снять накладки то будет видно весь механизм вот это тоже однозначно металл вот это металл то есть до курок скорее всего тоже это алюминий наверно вот можно снять накладки увидеть весел механизм но тоже не хочу сейчас время тратить в общем дальше по функциональности ну насечки для того чтобы блин опять же нету магазина для того чтобы понятно взводить курок вот и досылать патрон в патронник но тут у нас предохранитель стоит как я мгру боек не бьет то есть круг спускается но боек в этот момент предохранитель он отсоединен вот вот это вот я так понимаю индикатор который показывает если патрон в патроннике ну насколько я понимаю то есть когда будет патрону наверно вот так будет стоять но мы сейчас с патронами не будем экспериментировать это следующий раз я заказал тренировочные патроны просто пока они еще не дошли ну или дошли я просто не открывал посылки там какие-то приходили самозу вот я вам показывал это прикольная вентиляция значит передняя мушка она ну как прицел мушка здесь фиксированная вот так вот выглядит и задняя она настраиваемая то здесь есть вот болт которым можно его даже настраивать вот ну и все в принципе все основное я вам показал то есть поставили на сейфики ну отсоединили магазин достали магазин в боевое теперь положение ну вы его не можете пока магазина нету привести курок не нажимается здесь то же самое стоит на предохранителе так сидится у меня батарея и в общем друзья все самое последнее что я вам хотел показать замена ствола да значит смотрите просто уже видео очень долго я не знаю но это просто пипец какой-то так значит вот наш ствол который в комплекте значит здесь такая штука ее надо подать вперед но пальцами вы охренеть и подавать поэтому надо что-то короче такое вот металлическая но я вот использую сам ствол нажимаете и все ствол снялся я честно говоря с легкости вот этого и вот все замены вообще немного шоке защелкнулся все у вас стоит другой ствол вот как и ну просто хотел вам показать как он выглядит с коротким стволом по моему хренительно да просто чума обалдеть ну не направляйте вообще в людей в камеру это я просто вам показываю чтобы видели как выглядело к чему к тому что о чем я вам говорил видите вот это все тот же самый делимый цинковый сплав видите саму сам ствол внутри вот этот вот внутри он сделан из оружейной стали отдельно почему такие вот друзья дела больше не буду вас грузить в общем на этом видео закончим пишите комментарии ставьте по два лайка и всем огромное спасибо за просмотр и да благоволит к вам господь пока пока